Блендер 2.81 и вот в этом ролике давайте посадим персонажа в танк. Как получится не знаю, где-то что-то, как-то будем думать. Итак, что нужно сделать еще? Выбираем все косточки персонажей, так, это у нас Object Mode. Вот, выбираем всех косточки, заходим в PostMob, выбираем голову, выбираем, так, выбираем таску, потом выбираем голову, жмем Ctrl-P, Bonn и связываем глаза также. Вот эту косточку берем и головную, Ctrl-P, Bonn. Вся фишка в чем? Вот смотрите, вот эта косточка, она не важная. Можно было все вот эти кости привязать просто к голове, но так как эта кость есть, в принципе, просто можно ее привязать, раз она с этими связана. Также каска Bonn привязывается, это отдельный, именно отдельная часть тела, и поэтому нужно все через Bonn перевязывать. Так, теперь, Object Mode, выбираем танк, заходим в PostMod, выбираем вот эту косточку, смотрим, связал ли я ее, так, нет, Ctrl-Z, не пересохранился с последнего ролика, не беда. Выбираем, выбираем обе кости, PostMod, первая кость башня, вторая вот эта, и жмем Ctrl-P, Bonn. Все, они связались, теперь если мы одну кость выберем, G, то передвигается весь танк, нам это и надо. Так, танк передвигается, ставим его где-то, ну давайте. Так, вот таким вот образом, единица на нампаде, G приподнимаем, тройка на нампаде, еще немножко G выравниваем, чтобы он на уровне земли был. Так, ну а теперь будем манипулировать вот этим персонажем. Так, ObjectMod, выбираем кости тела, выбираем каску и выбираем через шифт глаза. Заходим теперь опять же в PostMod, опускаем G руки. Вот эту руку тоже G, R, все это дело вот в такую позу преобразуем, ну и опять же немножко ключицу. Вот что он такой весь наблатыканный. Так, все нормально. И вот что он теперь должен сделать. Он может, конечно, в разбегах запрыгнуть, но может... Ну здесь вот уже вы видите, что нужно думать, как поставить все это дело. Так, G, руки еще вперед выводим. Таймлайн вытягиваем и делаем А, и Лок Рот. ObjectMod. Ну давайте еще и танк выберем. Потому что танком можно тоже... Нужно даже управлять G. Вот так вот поставим. Вот так вот поставим. Где-то вот так вот. Тройка на нам паде. И выше приподнимем. Так, все. Сбрасываем выделение. Теперь получается, что прописываем все вот это А и Лок Рот. Вот. Теперь выбираем вот эту ногу. И вот так ее... Так, куда она тут ставится? G. Вот таким вот образом. Многовато. Тогда сделаем по-другому. Выбираем танк. Давайте вот эта семерка на нам паде. И теперь развернем. G. Так, где-то вот тут поставим. Так, как это все выглядит? Да ничего, так прикольно. И пишем А и Лок Рот. Здесь поставим на ноль. Ну, теперь нормально. Так, выбираем ногу. И ставим ногу на трек. Это уже на десятом кадре. Ставим G. Вот так вот. R. G. Вот так вот. Косточку вот сюда. Вот так вот. G. Выбираем теперь вот эту кость. Выбираем головную. Пусть так не все привязано. Так, ну и в принципе через Shift можно все вот эти выбрать, если вдруг что-то не так. Ну и теперь G. Вот таким вот образом. Так. Ctrl Z. Выбираем таз. Выбираем голову. И теперь. Так. G. Его чуть-чуть вперед. Ногу наклоняем. Ну, тело наклоняем. Выбираем кисть. Так вот. G. R. Вот так. Чуть-чуть перекручиваем. И теперь G. Вот так вот подставляем. Вот так вот нормально. Так. Даже повыше можно вот так вот. Раз. И чуть-чуть R. Там еще потом с пальцами можно будет поработать. Так. G. G. Вперед его. Тут тоже получается G. R. G. Это ставим сюда на корпус. Короче, сначала делаем черновуху. Вот так все типа намечаем. А потом будем уже покадрово менять что-то. Вот так вот. Раз. И вот так немножко G назад. Смотрим, что получается. И нужно еще рот ему закрыть. Вот рот. Это обязательно. Так. Это R. Вот так. А. И. О, крот. Убираем видимость всего. Смотрим, что вообще получилось. Вот так вот. Раз. Теперь на двадцатом кадре. вот этот персонаж должен вот на эту ногу немножко вот на эту ногу и подняться и выкрутить ее. И вот эта должна чуть-чуть подняться. Так. Это должна рука завершить свое движение. Получается. Получается. Так. Жмем. R. Вроде как он прилипает. G. Чуть-чуть вот так вот он приподнимается. Эта нога. Эта нога. Перекручивается. И это тоже вот так вот. R. И G. Как не это. Рука пошла. Уже тогда ложится. Это тоже завершает положение вот сюда. Так. Все потом подправим. А вот эта нога. Получается G. Поднимается. Вот. Вытягивается ровно. И R перекручивается. Вот так вот. Теперь. G. На корпус. G. Сюда. Ну и эту руку чуть-чуть сюда. Вот такая что-то. Смотрим опять же. Проверяем. Как да что тут. О. Стоим. Так, крутим кисть. И проверяем косяки. Так, здесь у нас получается, вы видите, что рука, вон как перетянула ее. Это вот по прошлым роликам можно настраивать. Или попробовать G чуть-чуть поближе ее поставить. Вот так вот. Смотрим, как она исправилась. Здесь, вот нужно здесь поднастроить, потом косточку будет. Так, там нормально вроде. Опять что-то глаза. Ctrl-P, boom. Ctrl-Z. Так, теперь нужно... Голову выбирать будет глаза. Так, выбираем тогда вот так вот будет соединение. При движении именно вот этой косточки. Вот этой и вот этой. Проверяем. Так, сначала прописываем А и лок-рот. Все это, опять же, как набросок. Сильно не привязываемся пока. Так, смотрим, что тут. Так, вот теперь должен быть полчок. Чуть-чуть приседания. Получается, давайте проверим. Вот эту кость и выбираем. Глаза. Ну и шею. Смотрим, что. Теперь, вот на 30-м кадре. Чуть-чуть он вводится в бок, вот так. G приседает. R. Нога ставится назад. Вот так чуть-чуть прописываем А и лок-рот. Ну и смотрим, постоянно смотрим, что происходит. Так, вот теперь на 40-м. Вот он вроде как отталкивается. Так, тройка на нампаде, единика на нампаде. Он на уровне пола. Ногу потом перепишем именно под каток. Или танк подвинем чуть-чуть и руки перепишем. Так, получается, теперь нам нужно выбрать косточку головную. Ну и чтобы не разваливалось. Не пойму, что глаза себя так ведут. Это ядрит, копать. Получается, если, вот глаза есть, я ввожу R. Нормально они вводятся. Так, вот эти G назад их просто надо было убрать. Так, ну где-то вот в таком духе. Описываем А и лок-рот. А и лок-рот. Дописываем а и лократ. Так, запоминаем вот этот кадр. Делаем нуделит, выбираем кости и чтобы глаза не потерять так опять же смотрим что с глазами что они мне мозг парят вроде связаны надо их было к скелету привязать просто. Так вот. И получается G. Так теперь как всегда сороковой кадр это получается что тут происходит. Вот он становится ногу вперед назад тут он должен оттолкнуться. Выбираем вот эту косточку голову. Ну и смотрим так. Жмем G. Жмем G. И вот эту руку G. Где то вот так вот. Г. 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 Продолжение следует... 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 теперь будет вся надёга, да, жмём G, выпрямляется нога, а эта нога, так, а эта нога становится G вот сюда, вот так, и немножко перекручивается, ну, опять же, я так, как себе представляю по памяти, как я залазил на танк, который раз, так, мы смотрим, опять же, руки, G, смотрим внешний вид, R, кисть перекручиваем, ну, и G, вот так её как-то. Словом, настраивать нужно вот эти все руки ещё дополнительно, как в прошлом ролике я показывал, потому что есть, вот модель сейчас попризничает, так, это многовато, вот эти тоже можно выбрать, жмём R, теперь жмём R, ну, а теперь G, смотрим, как она состыковалась, опять же, пальцы надо подкручивать, короче, смотрим, внимание, 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 так вот, казус, вот эта рука так уже, конечно же, не должна быть, R перекручиваем, и G, она должна уже как-то свободна быть, ну, потом подправим, так, A и лок-рот, ну, и сбоку давайте приблизительно посмотрим, что вообще тут происходит, так, глаза у него где на месте, ну, в принципе, нормально, смотрим, и так вот он залазит в танк, теперь должен на колен, на ноге подняться, и тут уже может перешагивать, нормально залазить у танка, так, так, смотрим, выбираем вот этот скелет, жмём R, вот так, теперь жмём G, он на ноге вот на этой поднимается, так, а вот это R перекручиваем, и G, ставим ногу уже вот сюда на танк, и как-то, вот так, вот эту косточку можно задействовать тоже, вот эту, G, как-то вот нога чтоб чуть-чуть выкрученная была, так, таз, вот это всё, R перекручиваем, и G этой ноге уводим, вот так, теперь G, вот эту руку, ставим на люк, ну, а эту руку, в принципе, она ему уже не нужна, так, что тут вообще происходит? Вот её ставим теперь на колено, вот так, и прописываем A и лок рот, ну, вроде так, рука здесь, это здесь опора, нога в бок уходит, да, так она и будет перекручена, может чуть поменьше, ну, в принципе, система такая, так, боком ставим, и погнали, так, трек отталкивается, хоп, попёр, попёр на колено, на ногу, и теперь должен он, вот на эту ногу встать, так, смотрим, выбираем теперь вот эту ногу, скелет G, вот эту ногу перетягиваем, так, кстати, можно выбирать не одну, а несколько костей, чтобы там, как это вот так, немножко вот так её, опора на эту ногу, опора на эту ногу, G, вот так, и вот этот G, так, тут люк не будет мешать, или будет, так, сначала его поставим, наверное, всего, так вот, вот так вот, G, вот так, вот так, это колено сюда, голову немножко, R, семёрка на нампаде, и голова R, теперь смотрим таз, ну и можно таз выбрать с головой, седьмёрка, седьмёрка, ну а теперь вот эти все руки, ноги R, так, G, и немножко вперёд, вот этого, G, вот так вот, G, теперь сюда, вот это на люк опора, да, вот так вот, прижимается, и вот эта нога сейчас пойдёт, так, это вот так вот, так, чуть-чуть его так поднять, а, и, локрот, так, ну и смотрим, опять же всё смотрим, постоянно смотрим, так, вот теперь ставим 90 кадр, и нужно его теперь, вот сюда вот так вот, забросить, выбираем, вот так вот, модель, можно даже выбрать, полностью A, вот эти через shift кости отключить, и сделать вот такую штукенцию, да ладно, прыжок не будем делать, давайте, это потом, это слишком долговато будет, так, это вот так, эту кисть, руку чуть-чуть назад, вот где-то в таком духе, вот тут вот получается, жопа тебе ломается, вот это мне не нравится, так, попробуем теперь, пересправить эту ошибку, R, G, так, и смотрим, где у нас G, кость, вот этого, вот такая штукенция происходит с жопом, ну попробуем сейчас ещё таз перекрутить, если таз это дело всё выправит, так, G, вот на вытянутую ногу ещё более-менее, и то, жопа теряется, надо ещё на задницу костей добавлять, ну вот так вот, в таком виде будет залазить, в принципе, по боку, так, так, вот так вот, так, это, да, вот здесь, Ну, опять же, надо пальцы выбирать. Получается R, R, ну и кисточку чуть R. Так, что тут ещё получается? Наклон R вот так должен быть. Голова смотрит в люк. Ну и смотрим с ракурсов, что тут вообще происходит. Так, руку перекручиваем ещё, получается R. Немножко R. Пишем R и LOG R. Ну, а теперь помотыляем именно покадровку. Вот с этого ракурса вообще может с того начинать залазить. А с этого уже камера перехлестнётся. Так, нога ставится. Теперь на ногу он выходит и в люк залазит. Ну, выходит он на ногу. Вот эта рука сначала ложится, наверное, на колено. вот так. Так, ну давайте экспериментировать. Так, вот это вообще G в бок если отводить. Вот вы видите, что подсумок, вот теперь подсумок он мешается. Надо его как-то скрывать при анимации. Так, вот таким вот образом. Теперь выбираем G. R, вот эта G должна на люк идти, рука. Так, теперь вот эта рука идёт на люк. Позвоночник G идёт сюда. Эта нога выкручивается, ломается. Ну, мы её сейчас подправим. Так. И рука идёт вот сюда. Ну, в принципе, неплохо так он уселся на танк. И вот эта рука идёт вот сюда. Делается как-то вот так. Взят, взят она тоже за люк, я думаю. Ну, хотя бы вот здесь за кромку башни. Так. Так. Эта рука. Вверх. Перекручиваем G. Вот так где-то пушка и будет. Так. Вот эту руку тоже. Держим. Г. Вот сюда. А куда, да? Держим. Вот это G. Локоть так и должен. А вот эту ключицу можно немножко подать её вперёд. Вот так. И немножко наклонить. Так. Теперь вот эту руку G к люку. Пальцы опять же можно подвернуть. вот этот палец. И через шифт вот эти пальцы. Вот как-то так и посмотреть. Так. И вот этот большой палец. R. Выкрутить. Ну, вот что-то в таком духе. Так. Перекрутка. Вот вы видите, что началась вот такая кака. Ну, она в принципе и в миксама есть. Вот её беда какая. Рука перекручивается. G. Вот так. Смотрим. Вот ещё тоже следите за обувью. Вот эту часть нужно сделать R. Вот так вот. И немножко что-то вот в таком духе. Мэй. Мэй. Джи. Мэй. Джи. Пишем. А. И. Лог. Рот. И проверяем опять же. Что тут да как. Ну, в принципе вот так. Если сбоку. Внешний вид нормальный. Надо просто ловить теперь ракурсы. Ракурсы. Чтобы ракурсы были нормальные. И косяков меньше было заметно. Вот это всё переписать надо будет. Настроить. Сейчас попробуем исправить и этот косяк. Так. Глаза на месте. Каска на месте. Ну, давайте теперь его уже запиндюлим. В танк. Так. Получается. Теперь выбираем вот эту часть. И он должен выправиться вот на эту ногу. Вот так. А эту ногу. Вот так вот. Засунуть вот в эту штукенцию. Так. Что-то я потерял кость. Вот она жди. Кшку. Перекручиваем. БегEL. Возвращаем кость назад. И ДЖИ. ДЖИ. Смотрим, что вообще происходит. ДЖИ. Опускаем сюда. И бойца подправляем. Так. ДЖИ. вперед его чуть-чуть так вот теперь видите что с ногой нужно вот эту ногу принципе подправить G выворачиваем колено назад а теперь эту ногу R перекручиваем и G ставим где-то вот так ну и теперь колено уводим чуть-чуть вбок G вот тут вот в таком духе а и волк рот ну проблема с плечом давайте его решим опускаем а это плечо поднимаем вот теперь вот этот таз немножко надо назад перекрутить ну и G так ладно оставляем этот кадр вроде удался вот так он садится и уже на следующем кадре делаем выкрутасы вот так жмем R руку переводим G в свободное положение можно даже на колено вот так смотрим и вот эту ногу так сначала вот это он G вот сюда вот так он перегибается вот эту ногу теперь можно G пониже и таз опускаем где-то вот так так джин вот сюда рука голова и нога так что тут еще и 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 так ну вот эту руку выкручиваем и джи присаживаем немножко разворачиваем так косяковую руку подправим на башню положим так косяковую руку подправим на башню и немножко раз он будет залазить ключицу выкручиваем таз и уже выкручиваем так вот эту руку что-то она мне не нравится джи и 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 Секи. Так и сто тридцатый кадр, давайте его все усадим уже, так это получается кость вот эту выбираю, так сначала ноги, G, здесь они уже в принципе не нужны. Спасибо. Так, ну и вот эту руку тоже, так вот так ее, и G оставляем. Смотрим, так эту руку наверное тоже нужно перекрутить в эту сторону, вот так, смотрим где она находится, ну ее можно пока вот так поставить, вот так и вот так перевернуть. Вот в принципе рука-то перекручивается, вы видите, но если выбрать правильный ракурс, то этого не будет видно. Так, делаем A и VOPROT. Ну а теперь его нужно развернуть и голову поднять, и можно даже чтобы он что-то скомандовал, давайте сейчас сделаем, чтобы он что-то скомандовал. это 140 кадр, и делаем вот так вот R, тут можно вот чуть-чуть так G, а эту часть вот так чуть поменьше. Так, можно брови чуть-чуть опустить ему, смотрим вообще что происходит. О, нормально. Пишем A и VOPROT, и чтобы вроде как нормально было, нужно еще как-то при закрытии рта сделать, чтобы он как-то еще двигался так вот. Так, это вот нам нужна вот эта косточка. Так, теперь, чуть-чуть вот так. Это вот 160-й теперь кадр. Жмем R. Опускаем вот этот G. И смотрим вообще, что тут происходит. Так, ну давайте заставим еще вот так A и VOPROT, и заставим еще каску, типа чуть-чуть. Ну, типа вот так раз он залазит там, она все там сбилось как-то. Вот так вот. И пишем A и VOPROT. Давайте посмотрим, как он VOPROT вообще открывает. О, уже мордафон видно. Вот он залазит. Вот здесь нужно еще добавить закрытие рта. Это на 150-м, 148-м где-то. Здесь вот не до конца, а и VOPROT. Смотрим, что происходит. А вот здесь опять откроем рот ему. Немножко R. Немножко R. Так, пишем A и VOPROT. И смотрим. Так, рот открывается. Он садится, что-то тут командует. Давайте еще пусть пару таких моментов. Так, здесь теперь не совсем открываем, а и VOPROT. А здесь теперь чуть-чуть закрываем, не чуть-чуть, а совсем закрываем. А и VOPROT. А сюда ставим. Так, что тут вообще? Ну и еще раз пропишем вот эту штуковину. VOPROT. И здесь вот, на этом кадре, немножко паску типа G. раз, на глаза типа залезло. И VOPROT. А и VOPROT. Смотрим, что происходит. Вот он залазит. Ну, дай ядрит твоего копать. А ему говорят, дай пошел ты. Так, и вот здесь закрываем теперь ROT. Надо вот это вот, где разговор идет. Чтобы это все дело чуть-чуть побольше было. Так, вот так. Ну и G. Вот так. И R. И G. Что-то вот так вот. И вот теперь сжимается кулак. Тут же, вот на этом кадре, это R. Дальше. Паит. И поиск, 대вы. Свидетельник. Настенький. Это G. Так, 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 вот таким вот боком ставим вот эти вот R, перекрутка, то есть пальцем тоже R, и зажимаем вот это всё в кулак, ставим семёрку на нампаде, и вот так вот, вот таким вот образом, и семёрка на нампаде, и где-то R вот так, ну а этот палец само собой убираем, как-то там поджимаем, смотрим, вот сильно низкополигональная вот такая вот получается штукенция. Так, и вот эти тоже поджать вот так. Смотрим на кулак, ну в принципе более-менее пойдёт. И вот нужно теперь кулаком типа стукнуть, чтоб аж каска подлетела. Это пропишем А и локрот. Переходим в другой вот этот 220-й, выбираем вот эту руку, и поднимаем её вот так вот. Ныавмите лайк. Ныавмите лайк. Продолжение следует... И перекрутить им надо вот так вот. Что-то ссылка интересна. Ну ладно, так не суть вопроса. Так, найти надо, почему косточки нужны. Вот эти все боковые, локтевые, настройки, вот такие вот косяки вылазят. Чтоб кулаком стукнуть нельзя. Так, чё тут... Так. 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 Вот, теперь нужно одним кадром резко все это дело опустить. так 240 и g и пол бьет это все дело вот так когда он бьет у него подлетает джи пишем а и волк рот смотрим теперь все кости отключаем момент удара так так каску нужно отдельно прописывать так опускаем каску назад джи уводим и описываем а и локрут вот этот кадр этот длит смотрим что да как так вот он вот здесь вот он бьет а вот здесь должна уже подлететь каска к верху так выбираем каску и пропишем ее отдельно так джи сразу еще чуть-чуть голову подведем и пропишем так это и и локрут и сразу же она падает назад резко так джи и немножко р вот так на глаза ему налазить пишем и локрут вот так все нормально прикольно так но теперь надо чтобы он ее поправил и в принципе танк должен завестись ставим 400 кадров так это все пока уменьшаем или оттягиваем в бок 260 кадр ставим и вот вот этой рукой даже не пускай вот этой же рукой он ее и поправит пишем а и локрут а и локрут ну а теперь выбираем так шлем g поправляем вот так вот каску а и локрут ну и пусть уберет руку так рука уже не нужна г г г назад он ее вот так поставит вот так вот и голову выкручивает шея а и локрут смотрим ну и перекрутка не без этого так теперь его выбираем нужно перекрутить на другом кадре и g и g так это r надо g r g и и и и и чуть-чуть его и поднять и также чуть-чуть открыть рот ну и немножко можно глазами воспользоваться во пишем а и локрут ну и все классно ну а теперь заводится танк давайте рассмотрим как танк короче выезжает теперь выбираем 310 все кости окно в принципе а выбираем не выбираемся башню не потом запутался так а выбираем теперь жмем единицы на нампаде жмем r чуть-чуть и а и лук рот и жмем rg что у нас тут отсоединилась так он кузы так вот этот кадр тогда нужно удалить делить выбираем танк и выбираем этого сидячего гражданина перетягиваем на 320 единица на нампаде ну тогда руки выбираем руки что еще тут можно выбрать ноги что ли единица ну и танк пусть типа подальше едет опять выбираем вот эту косточку головную руки ну и ноги на всякий случай готовлюсь ядреную ну и 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 До свидания.